и снова здравствуйте всем привет продолжаем делать капитана бога из зоополиса зверополиса пардонте и так что тут можно сделать выбираем вот эту майку заходим скульпт мод и рисуем вот такие карманы я их уже нарисовал теперь что делаем заходим в сет и жмем так экстракт фейсет нажимаем на вот эти карманы даем им толщину вот таким вот образом ну и снимаем выделение теперь что можно сделать обжиг мод выбираем вот эти карманы не давайте сначала майку и сотрем вот эти все полигруппы скульпт мод выбираем опять же кисточку вот этот фейсет и через control все это дело стираем теперь заходим в обжиг нот выбираем карманы и опять же скульпт мод так control z выбираем кисточку мне посоветовали попробовать именно так давайте сейчас вытянуть эти названия попробую попробовать рекомендует снэйк хук вот этот карманы эти опять же и так на карманы control z что-то они не высветились в принципе они тут присутствуют и попробуем прибавить им толщину так обжиг нот выведем их вперед чтоб видеть ох ее толщина слишком большая мы их вот так чуть-чуть уменьшаем пусть побольше будет потому что вдруг что-то придется с ними делать так выводим их вперед можно даже наверное побольше так я там хоть нарисовал ну в принципе они должны тут быть не тут же так что еще ну да в принципе они находятся на месте так вот как то так применяем теле модификатор apple и заходим опять же скульпт мод выбираем кисточку от смут вот так все это дело здесь вырисовывается сглаживается давайте теперь сделаем ремешер 001 метр ремеш так не нравится мне как она так и вот теперь интерфейс разницу почувствовать вот смотрите одно дело когда мы ставим на клей стрип допустим вот и вот начинаем выглаживать это получается одно выглаживание когда мы включаем ставим на блог вот этот кисточку или инфлат допустим вот блог и нажимаем shift он выглаживает совсем по-другому я смотрел ролики вот так вот один как сказать автор канала так все это дело дело вот именно включал эту кисточку и шифт нажимал правильно неправильно но работает лучше и мягче это все дело как-то происходит давайте попробуем snake hook как работает эта кисточка так ну в принципе ничего так так если что-то где-то неровно да на базара нет выравнивать так вот так карманы и еще раз шифтом там шифтом побольше чтобы вот это все стало ровным вот так и потом мы сможем все это дело вытянуть так что тут у нас попробуем так 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 здесь делаем побольше вот как-то это все мягко тут вытягивается ну кассина граб еще переключиться и докорректировать ну ничего так еще раз все вы выглаживаем принципе нормальные карманы не то чтобы забрать конечно чуть-чуть конечно похуже так единицы нам паде так и что-то мне это дело совсем не нравится это теперь нужно брать кисточку клей стрип и пробовать это все дело по иксу на дина топе опять же и на топу опять же выстраиваем устанавливаем как нам надо переключаемся на браш детали и коллапс так subdivision edges включаем так шифтом не мне такие карманы не нравится их лепить после вот этого ремешера так контроль ну давайте их просто удалим так как обжиг нот и карманы просто дэвид удалим попробуем сделать вот так вот это мы с добавляем давайте добавим куб вот он внизу пока закроем именно вот эти вот быка глаза и богу и попробуем с этого куба сделать карман так трансформ все это дело уплотняем вот так вот пусть побольше будет и чуть-чуть его так вот вытянем в единицы на нампаде заходим теперь в эдит мод и попробуем английская к нож выбираем точку выбираем вот эту точку и выбираем вот эту точку рисуем жмем enter так мы это дело поделили теперь что делаем делаем к выбираем еще одну точку вот эту теперь делаем вот здесь вот точку вот так вот и делаем ее подальше подальше жмем enter так переключусь вот в такой вид вам виднее будет это карман намечен теперь что нужно сделать к выделяем вот эту точку и вот эту жмем enter так там . есть и здесь делаем то же самое вот эту точку теперь если мы будем тянуть типа карман то получается так вот эти вот еще точки единицы на нампаде можно теперь с с помощью мов как так выше поднять вот так вот и вот этот карман тоже чуть чуть повыше о чтоб квадратный был теперь вот от этих делаем так что английская к по иксу симметрию включим попробуем как она будет работать нет к так это значит вот здесь делаем разрез enter здесь три клетки даем к ставим вот здесь и делаем вот сюда вот так enter так теперь от этих и все делаем к вот сюда вот сюда вот так вот ребро менту и теперь к так из кей английская к вот сюда вот так вот делаем как так вот это вот так вот это вот это вот здесь к теперь переключаемся на select box жмем английскую к и нам нужно еще здесь вот порезку эту сделать вот так вот теперь выбираем вот эту вот эти вершины вот эти и попробуем экстрадировать их вперед английская значит выбираем полигон вот этот полигон и жмем е смотрим что получается вот такая получается штука даем теперь выбираем наверное вот этот полигон и пробуем еще раз его и вот сюда как бы с переходом теперь выбираем вот этот полигон и жмем е вперед от до 2 вот этого ребра так есть такое дело ну в принципе вот такой получается карман да так единица нам поди что тут вообще получается английская а control b так теперь делаем transform немножко расплюсь ним ну вот что-то в таком духе что-то получается вот такой вот карман который надо присандалить именно к персонажу так а что тут еще можно нужно сделать так ну швы уже добавим включаем теперь куртку нашу меш заходим куда заходим заходим мы скульпт мод и вот этот карман g так не получается обжиг мод выбран вроде карман скульпт мод английская а не выбирает а как же так g подставляем тогда его тут делаем с делаем с делаем r делаем s побольше поменьше и вот так вот подставляем вот сюда куда-то короче не хочу этим гемором заниматься давайте взыбрашиваю долепим а потом уже будем может быть на каких-то других деталях разбираться что тут да как так ладно все проехали программа хорошая все лепить можно но слишком много времени занимает и вот это все дело геморрой на давайте пойдем взыбрашиваю все это дело там доделаем давайте импортируем сюда все вот эти саптулы так рабочий стол богу и значит богу 3 вытягиваем edit shift левая кнопка мыши теперь делаем дополнительно дубликат на дубликат мы сейчас накинем именно одежду и делаем еще один дубликат и на дубликат закинем сразу глаза чтобы сэкономить время и не вставлять их все вот с этим теперь будем работать так альт левая кнопка мыши смотрим давайте сделаем сначала воротник так смотрим что у нас сеткой тут так единица на нампаде ай-яй-яй какая единица на нампаде заходим теперь в геометрии и жмем дай на мэш дай на мэш резолюцию чуть чуть побольше ставим ага control z значит нужно резолюцию еще чуть побольше поставить полишь а с полишем нормально вот такая майка без дырок вот вот это хорошо бывает при дай на мэш когда здесь делаешь экстракт она начинает вся в дырках выступать и так давайте их симметрия control и вот так вот нарисуем вот этот воротник так здесь мы тоже замкнем ладно теперь control и инвертируем маску и давайте все это делаем с помощью гизма поднимем так их симметрию пока можно отключить вот так поднимаем смотрим что здесь происходит ну здесь воротник нормально поднялся чуть-чуть можно его даже перекрутить немножко можно его как был так вот уплотнить немножко вот так прикинуть ну снимаем теперь маску и делаем опять дай на мэш во все теперь у нас гладко классно выбираем теперь мофта пологи и следом ставим клей build up ставим его на двоечку так теперь увеличим граф сайс и немножко это все дело через x вот так вот уплотняем все этот воротник здесь вроде как поднят сейчас мы вода оформим и нужно нарисовать вот этот переход так вот здесь еще можно побольше как бы и рисуем вот здесь вот накидываем больше массы вот как будут рисуем вот эту только часть дальнюю не надо так шифтом выглаживаем ну вот какой никакой оборотник так теперь делаем мофта пола джи и немножко все это здесь вот так вот компонуем во теперь нам нужно какая штук нам нужно сделать еще вот эту часть под майку вот эту чтобы здесь была майка то бишь мы вот эту часть оттягиваем вот сюда вот так здесь шифтом и опять же выглаживаем мы здесь побольше шифтом вытягиваем немножко чтобы не было вот этих вот всяких артефактов вот эту часть немножко уводим вот сюда вот так вот в бок приоткрываем шею и вот здесь вверху теперь рисуем вот этой клей билдов вот здесь будет воротник большой такой вот просто треугольник здесь набрасываем так полукругом и вот здесь вот можно поверху чуть-чуть пройти чтоб как бы сгладить его вот это будет воротник так здесь мы его тоже до оформляем так control z control z brush включаем автомаскинг баск фэй маск и вот теперь нормально будет рисовать вот так здесь вот как бы кант отбиваем вот так вот попышнее делаем здесь теперь вот так вот и берем кисточку стандарт и проводим поверхню этой части вот так вот раз и и здесь тоже вот так вот поверхность так вот такая штукенция здесь чуть-чуть докидываем вот так вот о control d добавляем дивайдов и получается через alt через alt выборку такую делаем вот и с помощью мофф топологи вот это все драм сайзом надо подкорректировать так это многовато вот так вот так вот вот дрался есть чуть-чуть побольше вот эту часть на чуть-чуть поменьше и вот эту чуть-чуть прижмем а заднюю оставим побольше и нужно подкорректировать эту часть плечи чтобы персонаж где-то вот так вот выглядел теперь нам нужно аккуратно вот эту часть натянуть вот таким вот образом к шее и немножко как был так вот приплюснуть в принципе все миссия выполнена воротник имеется так здесь поострее и чуть-чуть потоньше вот так вот потом еще тут доделаем дивайдов добавим и будет все нормально добавляем два кармана так control рисуем их поровнее ну так вот нормал делаем экстракт это в сап саптулах экстракт и делаем на дублирование посмотрим потолще ну в принципе пусть будет потолще ацепт снимаем маску и теперь все это дело шифтом выглаживаем вот так вот так теперь control shift и давайте все это дело порежем кисточку ставим поменьше control shift отрезаем пробел если что это перенос отрезаем тоже отрезаем и здесь тоже отрезаем так делаем теперь геометрии модифит опологи мира and well получается у нас вот такие карманы принципе прикольные и попробуем их выгладить шифтом в делаем их помягче вот это дело вот это я понимаю мягкий карман так и тут выглаживаем нормально теперь где-то чуть-чуть его вдавливаем где-то краешек вытягиваем ну чтоб красиво все это дело гармонично на теле смотрелось так здесь можно чуть-чуть еще припустить вот это уже гладкие нормальные карманы теперь что делаем делаем control control и ставим кур вот эту замаскируем вот так вот часть и к симметрию отключаем control снимаем будем делать один карман тогда вот так вот и вот так вот теперь чуть-чуть порисуем так еще кисточку поменьше чтобы это все нормально было так делаем control control alt так control z переключимся на рисовалку и control alt так вот порисуем теперь еще уменьшаем кисточку и делаем control и вот так вот все это дело отбиваем все здесь мы чуть-чуть пролепим все нормально смотрим что да как ну по динатопа. Что-то он двойной стал. Ух ты, я два раза, что ли? Ну ладно, не суть вопроса, обрежем. Так, и вот это дело все. Control Alt. Вот это все дело. Или лучше вот так вот замаскируем. Опа, что это с карманом-то стало? Вот это непонятно. Так, это все мы закрашиваем. Надеюсь, с той стороны не закрасится. Ага, нормально. И вот это все дело вытягиваем. Опять же, с помощью гизма. Вот так. Вот таким вот образом. Снимаем маску. И нужно карман привести в нормальное состояние. Что-то я тут накосячил. Не беда. Выбираем другую кисточку. Ну давайте вот этот трин-курс. И вот так ее. Раз. Альт. От собачек. Так, многовато взял. контрол-зет. Контрол-зет. Контрол-шифт. Так, альт. Альт. Ну вот уже нормально. Делаем геометрии мира Энтвэл. Так, вот карманы. Теперь делаем через шифт чуть-чуть заглаживания вот этого всего дела. И сейчас будем пролепливать. Так, здесь тоже. Так. Так, контрол-зет. Контрол-зет. Делаем дай намеш. И резолюцию чуть поднимаем. О, пойдет. Так, это выглаживаем. Что-то тоже хрень какая-то получается. Ну ничего. Контрол-д. Дивайды добавим. Дел-лор. Все это дело снимем. И все это дело пролепим с Clay Buildup. Вот эту теперь добавим часть. вот таким вот образом. тут шифтом выгладим чуть-чуть. Сделаем как бы так побольше на кисточку. Вот такой переход. Ну это вроде как на персонажа все это дело. Так, и теперь вот это делаем. Нужно с помощью Move Topology подкорректировать. То бишь натянуть вот на этот карман. И чуть-чуть его как бы выровнять. его вот так. Теперь эту часть вминаем. Вот так вот здесь тоже можно вмять. Так, эту часть чуть-чуть вперед подаем. Так, и вот с этой частью тоже можно поработать. О! Так, что еще тут можно сделать? Выбираем вот это Clay кисточку и немножко так это Ctrl Z интенсивность убираем поменьше и вот так вот делать не надо короче. Z выбираем Clay Buildup и вот эта кисточка нам поможет все это дело подправить. это значит Alt вот так вот. Что еще тут можно сделать? Moff Topology Moff Topology подправим. и вминаем ему вот таким вот образом по телу, чтобы он чуть-чуть как бы выпирал, но не сильно. Вот так вот. вот этот угол уводим так вот этот на так подальше вот так вот. и и сюда вот нормальный живой такой карман на теле персонажа. Так и чуть-чуть вот сюда, а эту часть сюда. Во! И теперь геометрии мира NPL все с этим делом нормально. Карманы есть, давайте делать теперь вот эти вот типа деталей типа погоны. Так чтобы делать погоны нам сначала нужно отбить вот эту часть одежды. Вот так и вот так вот. так все это дело чуть-чуть шифтом по краю выглаживаем. Так как-то во! Чтобы получилась вот такая складка ее теперь можно кисточкой стандарт немножко пойти. Вот так и по канту так опа и шифтом так и вот так вот выравниваем. Вот так все это намечено здесь что у нас мофт тополаджи и вот таким вот образом так притягиваем вот так вот нормально здесь теперь чуть-чуть ее повыше сюда вот вот этот типа кант вот так вот немножко шифтом немножко где-то подтянуть придавить вот отбивка прошла ладно потом это все еще раз подкорректируем пока наметку делаем и вот здесь делаем погоны так а если погоны делать что у нас тут с воротником так ну ладно погоны можно потом если что и растянуть вот они небольшие должны быть экстракт так чуть-чуть потоньше все вроде подходит теперь немножко их надуем в деформации инфлатом бэнд вот теперь с помощью вот этого гизма чуть-чуть мы их сплюснем чуть-чуть вот так все нормально и мофт опологи давайте все это дело выведем вперед во shift выводим и control shift обрежем вот так по плечу bends во теперь чуть-чуть это все дело корректируем ровно shift выглаживаем как-то где-то что-то приподнимаем вот тут вот так приподнять чуть-чуть а эту часть чуть-чуть завести в шов ну и эту часть тоже чуть-чуть приподнять вот вот так вот она конечно потом при дайномеш срастется но если мы их отдельно импортируем экспортируем импортируем в программу то все все будет нормально вот так чуть-чуть передвинем и в принципе все нормально в геометре мира андвел все и так погоны есть карманы есть давайте добавим ремни и майку еще надо добавить так значит давайте добавим сначала майку вот так и карманы пока отключим выбираем бога и делаем control x кисточку побольше вот так вот раз вот так вот так control alt очищаем все это дело так control z control alt вот такую безрукавку мы сейчас замандячим во смотрим как это будет выглядеть именно с одеждой ну вот уже нормально делаем все это мы делаем экстракт это много это много нормально ацепт снимаем маску и немного деформации и немножко wingflat так теперь посмотрим что нам поможет поле сделать ну что-то в таком духе есть есть вот так майка лучше будет смотреться сохранение 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 прошло включаем теперь видимость всех саптулов так и теперь нам понадобится какой вариант вариант понадобится каким образом нужно надуть еще немножко китель так снимаем с кителя маску делаем деформацию делаем чуть-чуть еще инфлат не то надуваю наверно да ctrl z n китель и инфлат нормально теперь нужно вот это все подправить вот так и как бы чуть-чуть поменьше все чтоб рукава были ровные теперь делаем ремень находим кисточку вот этот курс степ снеп и к симметрию отключаем поменьше делаем дров сайс вот так пойдет и делаем геометрии мира and well что за фигня так ctrl z так делаем мира and well ремень немножко уводим сюда в бок сращиваем его и сейчас будем так вот здесь уже нужно натягивать да не довел я куда надо так так ладно делаем назад так 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 давайте теперь сделаем ремень делаем дубликат дубликат вот этой одежды делаем дубликат первый отключаем теперь выбираем кисточку вот эту вот курс trap snap и начинаем рисовать ремень так что тут не так попробуем отсюда нарисовать так вот раз о и вот здесь дорисовать подальше теперь немножко тут подкорректируем вот так и дорисуем вот эту часть так снимаем выделение нажимаем на любой предмет ну на курву фу на меш ctrl w назначаем разные полигруппы эту значит удаляем геометри dell hidden чтоб остался у нас один ремень включаем теперь китель и делаем ремню геометри мира and well вот такой получается ремень добавляем ему кризов и теперь попробуем сделать нормальный мягкий ремень чтобы был так дай нам эш во с полишем после кризов вроде нормальный ремень ну а теперь добавляем так append и добавим наверное кубы n выбираем куб делаем skyл gizmo так а для чего он нам нужен нам понадобится сейчас вот эти вот на бока для как типа понтрантаж во вот так и чуть-чуть их вытянем опять же чтобы при анимации чтобы при анимации они нам не мешали где-то вот сюда и получается у нас выходит где-то два тут вот так вот во один еще shift вот так надо сделать ему кризы опять же сделаем кризы и сделаем дай нам мэш мэш control так control еще один вытягиваем подгадываем так control z что у меня сегодня за такой день что что-то не получается так и вот сюда все это дело подставляем так чуть-чуть пониже и чуть-чуть надуем ну что-то в таком духе это дело мы все зеркалим делаем control снимаем мира and well теперь добавляем саптулах append добавляем цилиндр n цилиндр переключаемся делаем скайл выводим его вперед опять же делаем скайл и вытягиваем вверх и еще немножко уменьшаем вот так и вытягиваем так может побольше это все сделать давайте побольше и чуть-чуть тогда сплюсь это типа фонарик вот сюда вот раз и вот сюда вот так и немножко наверное еще немножко его сплюсь чтобы он тоже при анимации не мешал так и чуть-чуть посадим во тут на еще потом наверное чуть-чуть ноги пролепить так или еще наверно скайл вот так и лучше его вытянуть пусть он поменьше будет вот так вот теперь вроде он тут лег так так что еще сделать добавим теперь вот сюда бляху делаем ремню дубликат n находим ремень делаем ему дубликат и к этому дубликату добавляем вот эти детали ремней так а вот где они вот они и вот как раз вот эта деталь вот эта деталь нам понадобится так 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 делаем ctrl w выбираем ctrl shift ремень вот эту бляху и теперь делаем геометрия опять же del hidden так вот эту часть можно теперь отключить кисточку и попробовать дизму чуть-чуть надуть ее чуть-чуть сплюснуть но чтобы она была большая у нас этот гражданин тоже большой итак мы ее переворачиваем вот таким вот образом чуть-чуть корректируем еще еще немножко корректируем так 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 делаем дубликат теперь ремня вот этого делаем дубликат маску ремень отключаем и попробуем резку так эту режем вот тут эту режем вот тут так 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 наверное как-то так так теперь делаем маску и попробуем все это дело так не то тяну control w geometry del hidden ремень включаем первый и вот эту деталь нужно как-то вот сюда поставить вот так вот раз ремень наверное немножко мы еще растянем сделаем его как бы вот так пошире вот так и вот эту деталь тоже расширяем подгоняем и вот вопрос где она должна быть куда она должна уходить по-моему вот так она должна да вот так и теперь кисточка moff topology и все это делая вот так вот компонуем вот 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 так нормально ну а теперь вот это мы делаем дубликат и что сделаем а мы его тоже отсобачим вот так и вот так и немножко поровнее вот геометри делаем всему этому побольше опять же дай нам с и вот этой кисточкой вытягиваем натягиваем и вот так вот выравниваем типа как хлястик и чуть-чуть вот так вот так или это дело все на другую сторону должно идти неправильно все отсюда здесь дырка это все штампик нормально так ну вот бычара есть пантронтаж какой-никакой есть теперь ремень нужно найти вот он и чуть-чуть наверное его подкорректировать так 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 тоже это дело есть теперь нужен нам вот сюда на плечо шеврон где эта куртка здесь побольше надо сделать вот так делаем теперь модифитополь же мира and well что тут что тут с кабаном что у него с ногами то н кабан делаем опять же мира and well все ноги нормальные теперь я их по-разному вытягивал видать так что еще н проверяем китель вот здесь вот китель надо чуть-чуть вытянуть tense так опять же английская x есть снимаем теперь маску чуть-чуть корректируем погоны теперь возле шеи тоже чуть-чуть корректируем нормально чуть задираем и нам теперь вот что нужно сделать докорректировать теперь вот этот китель сейчас вот вот этой кисточкой clay build up так чуть-чуть поменьше так вот здесь должна складка появиться о делаем поровнее и теперь нам нужны звезды так здесь тоже ровнее нам нужны теперь звезды так и звезды можно сделать отдельно или так кисть стандарт находим теперь давайте append находим теперь куб n английская переключимся на куб делаем кубу побольше дай нам с прям побольше мы его потом будем удалять и находим теперь именно в альфах находим звезды так control z переключаемся на drag rect кисточку кисточку делаем побольше и вытягиваем так звезду смотрим так не подходит control z shift левая кнопка мыши делаем интенсивность побольше вот теперь вот теперь устраивает вот такая толщина вот это размерчик теперь альфу отключаем и смотрите что делаем так делаем мы обрезку попробуем если получится обрезка вот так bent теперь делаем control и маскируем так не получается да о получается нужно еще побольше да ладно пойдет делаем control w теперь делаем modif topology del hidden вот так делаем del hidden и делаем close house допустим вот получилась звезда звезде теперь поменьше дай нам и делаем дай нам мэш так теперь звезду можно чуть-чуть перекрутить а ну-ка попробуем modifed это позже мир and well скайл что тут вообще получается что тут вообще получается да пойдет вот теперь пойдет делаем скайл и немножко ее вот так вот чуть-чуть сплю с ним по что тут получилось так нормальная звезда делаем еще скайл и теперь эти звезды помещаем вот сюда на китель так 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 делаем скайл поднимаем кверху делаем еще скайл на словом здесь должно поместиться четыре звезды капитан вроде как так это вот сюда чуть-чуть ее подкрутить чуть-чуть усадить во теперь делаем control вытягиваем еще одну звезду вот так вот теперь control еще одну звезду и control еще одну звезду надеюсь расстояние нормальная так нормальная так контрол и так снимаем маску маскируем теперь вот эту звезду и с помощью move control и control i поднимаем ее вот сюда и чуть-чуть вот так вот где-то корректируем так и немножко ее вниз вот вот так а у них тут еще разлет разный control z так эту повышим снимаем маску и попробуем все это дело как-то однообразно и красиво подцепить так 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 ладно звезды вроде легли так но надо их как-то так если мы их поднимаем перекручиваем опускаем смотрим с этой стороны вроде тут все легло так первое чтоб видно было вот тут так все теперь надо на китель переключаться м китель и давайте все это делать чуть-чуть еще так это дело надо чуть-чуть еще звезды чуть-чуть наверное с кайл выводим вперед и поднимаем к верху топ их поменьше то было во чуть-чуть перекручиваем и чуть-чуть подставляем вот так вот не чуть-чуть усаживаем подальше в принципе звезды лежат теперь вот теперь нам понадобится н китель и вот этот китель мы должны подогнать вот под эти звезды клей билдоп так середину подгоняем вверх накидываем shift он чуть-чуть работаем вот жесть нормально так вот здесь вот чуть-чуть через alt одну звездочку почистим вот так вот теперь делаем н звезды мира н твелл н делаем китель мира н твелл фрейм устанавливаем все нормально ремень присутствует теперь нужно вот это центральная именно штукенция так это уже делаем без симметрии ставим побольше вот эту кисточку клей билдов и она идет с одной стороны интенсивность чуть-чуть побольше и вот так вот до самого низа так на пошире чуть-чуть поставить стенд 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 так это уже через alt другой кисточкой так так здесь тоже через alt чуть-чуть и догоним вот так вот так есть такое дело вот сюда нужно добавить пуговицы давайте добавим пуговицы это у нас выходит кисточка с пуговками где так это кто у нас это замки это гайки ладно давайте тогда вот вот они клепки поставим так что тут еще есть ну вот эту так выбираем теперь китель делаем дубликат в один китель отключаем и попробуем здесь вот пуговицы поставить так 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 и сюда вот пуговицы тоже поставим так и вот так так есть такое дело control control снимаем выделение и теперь вот этим пуговицам что нужно сделать если мы сделаем мало сделаем мало резолюцию дайна мышь то получится то получится они распадутся они вообще то именно как заремешевские вот вот их можно просто такими оставить не знаю опять же кости их примут но если что уже тогда ремешер можно сделать будет в блендер так что еще ну в принципе все нормально теперь нужно хвост ну как вот бык да без хвоста да и шевроны еще нужны так давайте сначала хвост так вот это вот так поставим кисточку вот эту hört клуб включим так нам надо Пардон, еще нужно пуговицы отделить. Ctrl-Shift. О, один вот этот тулуп удалить надо. Так, теперь Modify the Portrait, Dell Hidden. Вот у нас остались пуговицы звезды. Еще делаем раз кителю дубликат. И от дубликата вот этого кителя даже нет, наверное. Пардон. Хвост мы потом присобачим именно к быку. Н выбираем быка. Через Shift левая кнопка мыши выключаем все видимости саптулов в глаз. Делаем ему дубликат. Одного быка отключаем и кисточку через X-симметрию. Тен-тен-тен-тен-тен. Ой-ой-ой. Ctrl-Z. Фу-фу-фу. А как же я... Так вот так, наверное, тянуть. Или лучше... А не, надо именно с X-симметрией тянуть. Так, да, иди-ди-ди-то. Ctrl-Z. Вот так вот. Ctrl-Z. Ну, в принципе, вот это и пусть остается. Так, теперь выбираем... Так, теперь выбираем... Вот так вот подставляем. Скайл уменьшаем. Вот так. Теперь кисточку побольше. И попробуем все это дело. Не понял, что это за фигня такая. Ctrl-Z. Сделаем... Сделаем... Dynamesh всему этому делу. И попробуем, наверное, кисточку Moff Elastic. Вот так она будет. О! Эластик, да. Так, теперь шлифтом все здесь вот выглаживаем. Вот так. И вот эту часть... Вот эту часть... Отсобачиваем. Вот так вот. Здесь теперь немножко еще эластик. Немножко выглаживаем. Чтоб он потоньше был. И добавляем... Так. Добавляем Append. Добавляем... Так. Ну давайте сферу N. Сфера... Gizmo. Еще раз Gizmo. Вытягиваем. Вытягиваем. Подкручиваем. Подкручиваем. Подставляем. Подводим. Прикрепляем. Так. Ctrl-Z. А теперь шифтом и здесь вот раз так. Еще немножко так уменьшаем. Подгоняем. Мофф и ластик берем и пробуем. Делаем теперь Dynamesh. Это в следующем году. Ctrl-Д. Ctrl-Д. Ctrl-D. Ctrl-D. что-то в таком духе там нужно волос тут нарисовать будет чуть-чуть наверное еще вот так вот растянем вот это что-то уже все в принципе все есть включаем что тут все укомплектованный теперь тогда делаем шеврон так я вот это пока все сохраню так флай файл сейф богу 2 и теперь шеврон так делаем кисточка стандарт альфу подгружаем можно еле нашел в интернете это значит рабочий стол вот она полиция и делаем альфа тумеш и вот косяк так что она не отзеркалена по цветовой вот этой гамме так ну посмотрим что получится а получается что она вот внутренняя становится а мы сейчас я попробуем обыграть что делаем находим маскинг маскинг и колор маскинг и интенсив и что получается получается что нифига не получается но в принципе так здесь вот вдавлена по моему да это вдавлен не нормальный все шеврон нормальный теперь попробуем что сделать делаем ему геометрии делаем так смоем сетку плотная делаем дай на мэш так сначала делаем дубликат отключаем один дубликат на 1 переключаемся делаем геометрии делаем дай на мэш смотрим что получилось 28000 если сейчас сделаем про джектал посмотрим что получится если гадко то будем переделывать так control д и пробуем еще раз про джектал ну вот нормально пойдет теперь все это дело надо обрезать так обрезать будем по-другому кисточку меняем и вот этой кисточкой вот этой вот так вот так теперь кисточкой вот этой по-другому Продолжение следует... 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 Продолжение следует...